Она пытается поднять боевой дух митингующих пламенными речами и патриотической музыкой. Современные возможности обмена информацией и вовлеченность в новостное поле огромного количества людей различных профессий создали конкуренцию профессиональной журналистики и отодвинули на второй план профессионализм в преподнесении информации. А вы задумывались над тем, что профессионал и непрофессионал в журналистике – это люди с разными приоритетами? Там, где один ищет глубину и несет ответственность, другому просто хочется поделиться мнением. Так нужен ли профессионализм непрофессионалу, если общество воспринимает его информацию с не меньшим доверием, чем ту, которую представляют официальные СМИ? Какой вы бы хотели видеть журналистику? Более глубоким жанром, конечно, тяжело говорить о глубине, имея дело с поверхностными такими медиа, как и телевидение, интернет, которые не предполагают глубины сами по себе. Но все же, мне кажется, это наша ответственность, наша ответственность как журналистов, это наша демократическая ответственность перед нашим обществом, перед всей нашей страной. За то, как будет выглядеть новостное поле, в общем-то мы решаем, как оно будет развиваться, насколько новости, которые мы преподносим нашим зрителям, нашим читателям, они объективны, профессиональны и беспристрастны. Красная журналистика – это та же литература, только может быть иногда важнее. А в этом отношении журналист может быть разным. Как и поэта, я бы предпочитал журналиста оценивать по тем задачам, которые он сам перед собой ставит. И двух прозвучавших мнений достаточно, чтобы предположить, что цели, жанры и формы журналистики будут наращивать свое многообразие, обостряя этим проблему профессионализма. В декабре прошлого года под патронажем демократической хартии «Наше наследие» состоялся итоговый семинар по телевизионной новостной журналистике с Игорем Колесом, ведущим тренером компании «Интерньюс Украина». Давайте мы разберемся с тем, что такое журналистика, а потом каждый уголен на это наслаивать какие-то дополнительные задачи. Если это будет партийная пресса, то вполне естественно, что там будут пропагандироваться некие ценности, а какие-то будут, наоборот, называться неправильно. Но я говорю, и мы с вами работаем в рамках этого тренинга не с точки зрения того, что есть хорошо, а что такое плохо, а с точки зрения чистой журналистики. Когда впервые зародилась эта идея, наша цель состояла в том, чтобы переломить те очень тревожные и опасные тенденции, которые преобладают сегодня в СМИ на русском языке. То есть от СМИ идеологически ангажированных, от СМИ, которые обслуживают интересы персональные тех или иных политиков или тех или иных политических структур, перейти к СМИ информационно сбалансированным, объективным, равновешенным и высокопрофессиональным. И мы поняли, что поскольку мы здесь живем в таком вот изолированном пузыре, в этом, в каком-то смысле, языковом и информационном гетто, мы не сможем решить эту проблему, если мы не воспользуемся услугами специалистов из более широкого медийного пространства на русском языке, то есть не привлечем тех, кто уже располагает большим опытом, как именно надо проводить такого рода тренинги, как именно можно за небольшое время помочь людям сформировать высокие профессиональные стандарты информационной журналистики. А почему именно Игорь Кулис для этого семинара? Впервые имя Игоря Кулиса нам предложили наши партнеры Сузанна Лаутербах из организации Форум ЦФД. Она получила информацию от Европейского сообщества, что Игорь Кулис – это один из тех медиатренеров, которые постоянно работали с Европейским сообществом и в рамках программ Европейского сообщества проводили сходные тренинги в разных странах СНГ – и на Украине, и в Казахстане, и в других странах. Поэтому, поскольку у него есть именно опыт работы в таком формате, короткий тренинг для русскоязычных журналистов, которые живут не на Украине, не в России, а в других государствах, где русский, может быть, не является доминантным языком, то мы решили воспользоваться его услугами. За счет той технологичности, которую я пытаюсь как-то дать на тренинге, журналистам будет легче делать свои материалы, а если легче, то порядок освобождает сознание. Когда мы не задумываемся над тем, как это сделать, соответственно, мы больше наших мозгов направляем на содержание, как это сделать лучше. Когда журналист знает простые приемы, которые облегчают ему основную работу в поиске глубокого смысла, то он делает свою работу лучше. А в одном слове, что такое журналистика? Журналистика, здесь можно давать очень много разных определений, но в моем понимании, все-таки журналист – это представитель простого человека на месте события. Пока простые люди заняты на работе, заняты бутом, журналист за них может побывать там, где они не побывают. И тогда он, как хороший рассказчик, расскажет, что там было. Это как бы суть журналистики. Другой вопрос, что в большом обществе, в информационном обществе, то есть журналистика начинает от разные другие еще функции. И не всегда эти функции вкладываются в понятия чистой журналистики. Журналистика все равно, даже как бы мы ни говорили, она будет влиять каким-то образом на общественное мнение. И даже в тех случаях, когда собственники, политики специально используют журналистов в этом направлении, это одна история, но даже если этого не происходит, все равно от того, каким покажут мир журналиста, будет сформировано то или иное понятие об этом мире. как у многих людей. И самый яркий пример это то, что, допустим, что знают об Израиле в Украине на сегодняшний день. Когда я собирался ехать сюда, как раз происходили события в секторе газа и с обстрелами израильских территорий. И мне очень многие, мои родственники, друзья, говорили, что мне нужно сдать билеты и никуда не ехать, потому что их представление о том, что происходит в Израиле, это просто война, туда опасно ехать. Таким рисует Израиль на этот момент средства массовой информации. Потому что они ухватились за одну историю и растиражировали ее. При этом мы не знаем ничего другого. А жизнь намного сложнее. Поэтому журналистика вещь в обществе необходимая, но и в какой-то степени вещь, которая может нести в себе не очень хорошие для общества моменты. Рассказывая о чем-то и умалчивая о чем-то, журналистика может складывать неправильное представление о действительности. Причем я даже не говорю об умолчании, как о каком-то факторе цензуры, когда умалчивается, потому что власть там или собственники запрещают об этом говорить, а просто о том, что журналисты этого не видят или не придают этому должного какого-то значения. И тогда картинка мира получается какой-то однобокой. Ну а пытаться показывать мир во всем его многообразии, это, наверное, самая сложная, но самая такая важная задача для современной журналистики. Вы как человек с мегалетним опытом журналистики, как объясните тенденцию такую, что журналист уходит от поприща быть журналистом в пользу политики? Наверное, это было даже начиная с самых первых журналов и газет. Потому что здесь есть такой фактор, когда журналист, работая как журналист, начинает в какой-то момент осознавать, что его слово способно влиять на многих людей. Это соблазн большой, когда человек видит, что он может влиять, ему хочется влиять еще больше и дальше. Тогда журналист превращается, собственно говоря, в политика. И даже не обязательно он уходит номинально в политику, как, допустим, у нас в Украине очень много журналистов ушли в политику, стали народными депутатами. Но даже оставаясь журналистом, номинальным журналистом, человек начинает манипулировать какими-то фактами и мнениями в своих материалах, для того, чтобы как-то повлиять на что-то. На этом журналистика заканчивается, хотя она тут замаскирована под журналист. Это соблазн. И такое было, есть, я думаю, будет, потому что сама по себе природа профессии такова, что да, слово журналиста таки влияет на настроение больших масс людей. А какими главными качествами должен обладать журналист, чтобы не терять свою профессию как журналист? Ну, я, наверное, очень большой идеалист, с одной стороны, с другой консерватор. Ничего тут как бы нового не скажу. Мне кажется, что тут нужно быть достаточно принципиальным в выполнении правил игры. Если мы играем в футбол, мы не можем забивать мячи руками. А в журналистике эти правила – это стандарты информационной журналистики. Если человек, работая в этой профессии, будет по максимуму придерживаться этих стандартов, он будет оставаться журналистом, человеком профессии. Если он их будет нарушать, он постепенно будет от профессии отходить и превращаться в кого-то другого. В пиарщика, в политика, в политтехнолога, в пропагандиста. Напоследок, что Вы можете сказать начинающим журналистам и опытным? Также для них, для развития, для прогресса или что-то необычное, что Вам хотелось бы напоследок сказать? Хотелось бы дать очень простой совет. Стараться работать с теми темами, которые им интересны самим. Не пытаться насиловать себя неинтересной темой, потому что хорошо и красиво выполняется любимая работа, а не та работа, которая делается из-под палки, даже тогда, когда ты сам себя заставляешь. А что значит любимая? Любимая? Просто не все журналисты, по-моему, понимают, где любимая, а где действительно можно показать себя как журналист. Это уже вопрос материального, да? Как журналист, как бизнес, например. Мы вот говорили об этом. Ну, так, а здесь одно другого совершенно никак не исключаю. Есть, допустим, вот я работаю сейчас шеф-редактором региональной, городской, по сути, компанией, в Виннице. Все мои усилия по какому-то планированию направлены только на то, чтобы каждый из моих репортеров занимался той темой, которая ему нравится, которая ему ближе. Если тебе ближе какие-то коммунальные беды простых людей, ищи такие темы, делай такие темы. Если тебе ближе искусство, рассказывай об искусстве. Если тебе просто интересно, когда где-то упало дерево, где-то случилась авария, значит, делай репортажи об этом. Как только удается всех отправить на любимую тему, я получаю шикарные выпуски новостей, которые интересно смотреть от начала до конца. Как только жизнь заставляет кого-то, значит, послать на не очень ему нравящуюся тему, тут мы и проваливаемся. Потому что сюжет-то есть, но он не такой. Он сделан без души. Потому что он сделан из-за принуждения. Он сделан из-под палки. Вот это я имею в виду. Естественно, получаем профессиональные инструменты для владения журналистикой. Для нас это совместный с женой, с супругой, с данным проектом, где мы нашего еще одного дополнительного уровня интеракции с ней. И это дополнительный уровень нашей синхронизации с ней, нашего совместного действия, которое углубляет вот это внутреннее партнерство, которое называется семьей обычно. Для нас это как бы, мы вкладываем в это достаточно такое пристальное внимание и пытаемся из этой небольшой ячейки, которая называется семья, выработать какой-то неисчерпаемый источник энергии друг для друга, включая в это весь мир. Постоянно обновляющийся. Может быть, еще пару слов для журналистики. Журналистикой мы не зарабатываем денег. Для нас это и форма взаимодействия с окружающим миром, и способ, и причина пообщаться с интересными людьми. Мы делаем независимый проект. В данный момент это облачено в форму коротких клипов о интересных людях, которые рассказывают о каком-то человеке, его взгляде на вещи, и как этот взгляд на вещи, как его можно проследить через то, чем он занимается, его творчество, или его специальность, или его профессию, или его хобби.